Мужские игрушки Посвящаем ее именно ножу Я давно вам обещал снять этого замечательного парня Алеша, привет Расскажу вам историю, как познакомился с Алексеем Я небольшой фанат использования социальных сетей Но тем не менее инстаграмом я иногда пользуюсь И наткнулся на прекрасные фотографии Прекрасные фотографии с точки зрения художественной Там ножи, различное холодное оружие Хостбыт, всевозможные ножи Перечислять не буду Были сняты, скажем так, высоко художественно Меня заинтересовал сначала автор Я подписался на этот инстаграм Потом я познакомился с Лешей И потом возникла идея этой программы Почему я пригласил именно Алексея Потому что мы хотим поговорить о ноже сегодня Не как об оружии Не как об элементе хостбыта какого-то Я сегодня хочу посвятить программу Ножу как аксессуару Мужскому аксессуару Носим хорошие часы Носим хорошую обувь Носим с собой нож Нож как аксессуар, как мужской аксессуар Какие они бывают, сколько они стоят Как правильно их носить И что законно, что незаконно Сегодня нам поможет разрабатываться этом Леша Леш, сколько лет ты занимаешься ножами? Ножами я занимаюсь люто давно С детства было интересно Люто давно, прекрасно Люто давно, по-другому не сказать Потому что я в школе все поля у меня были исчерканы Какими-то ножичками, эскизами Дед мне дарил первые какие-то складишки Потихоньку это хобби росло Росло, росло И уже 12 лет я занимаюсь плотно ножами Ничем другим У меня в руках ножи Я дарю их людям, я пользуюсь ими сам И круглые сутки я занят тем Что я продвигаю ножевую идею массы Это стало, скажем так, твоей идеей Вот смыслом жизни И, скажем, можно так сказать, профессией Это профессия Я, наверное, все-таки профессионал Потому что я с этого живу Ножи меня кормят И я тот редкий случай, когда хобби переросло в работу И я занимаюсь хобби И еще это приносит какой-то доход Ну что, все давайте там утерли слюни Пожали упавшие челюсти Позавидовали и хватит По делу Нож как аксессуар Давай Ну, как аксессуар Вот, я, конечно, привез Мужской аксессуар Мужской аксессуар Как часы, как ботинки Все четко сказано Как хороший ремень Хороший нож, хороший ремень Хорошего мужика должно быть видно По хорошим туфлям И по дорогой клепсе от ножа на кармане Обязательно по дорогой? Да просто По качеству По качеству Друзья, давайте мы сразу определимся Я вот У нас у всех разные доходы Кто-то в состоянии позволить себе очень дорогой нож И там, честно говоря, предела нет Как у часов То есть это может стоить несколько тысяч долларов Там Десять, пятнадцать Ну, хороший складень Такой вот очень дорогой Это там в пределах двух-трех УЕ УЕ Это вот железобетонно При этом Прекрасные складни Которые я очень люблю Фирмы Cold Steel Фантастического качества Кстати, Cold Steel нам еще не платят за рекламу Я думаю, что это какое-то огромное упущение Надо им эту программу отправить Но тем не менее Я люблю эти ножи И они стоят очень разумных денег Самое главное, чтобы у вас Была клипса Нормального, качественного ножа Друзья, они К сожалению, не хочу огульно Обвинять всех китайских производителей Но Процентов 99 китайских производителей Делают не то Лом Поэтому не позорьтесь Купите хороший нож Купите хороший аксессуар Поехали дальше Даже буквально здесь Я, конечно, привез с собой кучу ножей А тут вот спрашиваю Ребята, а вот Айда, вывернем карманы И вот, например, у вашего же Михаила Я думаю, ключи-то вы эти узнаете Ну, безусловно Вот Худо-бедно Есть какой-то куботанчик Есть какой-то мультитул И, естественно, ножик Вот просто обычный наключник Но уже Не на кармане Не в машине Не дома Под лавкой А в том предмете Который достается Постоянно в руках Минимум два раза в день Да, вот я вышел из дома Я зашел домой Но здесь же еще ключ от офиса Я уже четыре раза в день Подержал нож в руках Это правильно Нож Это часть жизни Почему это правильно Это эмоции положительные Что это такое Сергей Вот Постоянно вижу Со стволами в руках Это позитивно Для меня это позитивно Мужик должен любить огнестрел Но Официальная история 200-300 лет А с ножом Мужик Тысячи Десятки тысяч лет Совершенно другая энергетика Да Это вот Быть предком Это то же самое Как укусить кусок мяса Кстати я голодный Давай писать быстрее Давай Давай мы разберемся так Ножи Ты подбирал Нож подбирается под себя Друзья Нож подбирается под себя Вот у меня очень крупная рука Это не значит Что я не люблю Маленьких ножей У Леши рука поменьше Я знаю Значительно Он Свои ножи Которые кастом Он заказывает индивидуально Под свою руку И он так Я понимаю Что исходя из своих предпочтений Ножечки не самые большие Тут принес Что тут у нас К примеру Это новый колстил Если я не ошибаюсь Это довольно старый колстил Но в новой стали И вот Под большую Серьезную лапу С очень серьезным замочком Не будем показывать Да Думайте сами Вот мой любимый нож Кул Стиловский Ох Вот смотрите Видите Прекрасен Он прекрасен Это Роджа В предыдущих мужских игрушках Вы регулярно видели кукри Вот это складной кукри От тех же самых колдов Так Давай рассказывай Что ты еще привез нам интересно Я привез всякие мультитулы Которые Объясни что это Люди не все понимают Что это такое Объясни что такое мультитул Это тоже ЕДЦшная штука Мультитул Вот это титановый Хватит говорить с организмами Расшифровывай У нас приличный зритель Английское понятие Американское понятие Everyday Carry Это предметы Это предметы Которые мы носим с собой Я с собой ношу Вот такой вот фикс Безумный Не надо пугать Давай это я подумал Это на сладкое спец И вот такие вот Всякие маленькие шалобушки Которые вот это Например открывашка Для лимонадов Естественно И имеет два окошка Для Филипс бит Обычную биту берем И откручиваем что-то там Вот такой мультитул Обычный А что с ним еще можно делать? Ну Кто-то считает Что это можно взять вот так И Мы так не считаем Мы так не считаем Просто можно вот так вот Одеть и посмотреть На вот этого замечательного Я вот так и на мишень Да Иногда так и на шок Так дальше Что у нас еще есть? Ну и конечно же ножи Я категорически рассказываю Что у нас Тут на сладенькие Давай Ну Стандартный тилайт Довольно известная штука Хороший Интересный стилет Вполне легален Во многих странах мира И в России конечно У меня титановый Такой очень Стандартный для кого? Ну что такое? Ну простенький Аккуратный Хороший Очень качественно Что это у нас? Это у нас тоже Та же история Те же самые Колстилы Одним из моих Любимых Предметов Это Ножи Которые выточены От обуха Это Дает Абсолютно безумный Интересный рез И нож Когда вот так вот Режет Я могу пачкать Вот эти вот полы Этими обрезками Очень долго Нож вот так Должен резать Мне кажется Что нож Выточенный от обуха Гораздо проще Это серийный Очень недорогой Очень качественный Серийный Недорогой нож И даже при сейчасшнем Безумном курсе Этот нож Вполне позволит До 5000 рублей Ну Абсолютно адекватная цена Скажи мне пожалуйста Почему так много Цветных рукояток У тебя С чем это связано? Это именно Подбор для того Чтобы рассказать Что нож Это не устрашающий предмет Нож может быть ярким Черные ножи Вот такие вот черные ножи Это известная история Но думать о том Что нож Должен быть черным С белым клинком Это пережиток Это то же самое Что считать Что у машины Не может быть никакого цвета Кроме черного Ну черный у меня белый Вот Я черная Вот Разговор о том Что ножи Должны быть и веселыми Вот такие вот Например зеленые Замечательные ножи Это что за фирма? Это кстати Тот самый замечательный Пример того Что китайцы Могут таки делать Да ладно? Это реал стил Который сделан Из шведского сэндвика С фрейм локом И с очень клевый Запирающий Китай форевер Ребят Ну я же сказал 99 Это тот самый 1% Это вот тот самый 1% И что не сломается Даже? Ну Не ну если я постараюсь Постараться безусловно Не суши При рабочей абсолютно Вяло текущей Очень достойно Пользовательности Очень длинная история Давайте мы вернемся Мы сразу берем ножи В основном такие устрашающего характера Надеюсь Вот Все узнали Это замечательный ножичек Вы знаете друзья Я еще помню времена Когда Самолеты Вас с такими ножичками Пускали Вообще со стаднем Пускали в самолет У меня был вот такой Викторе Нокс Только побольше Я с ним летал в самолете Совершенно спокойно Были такие времена Курить еще можно было Я тоже это помню Я древний уже Вот и был у меня Вот такой ножичек Я его храню поныне Я его храню поныне Он потолще У меня такой максимальная комплектация Викторе Нокс Знамечательный нож Он реально позволяет В командировках Честно говоря Мне его очень не хватает Я очень много езжу По командировкам По стране И бывают разные моменты Бывало Вот к примеру Я поехал Мы поехали на кинофестиваль Я как раз тот момент Готовился к соревнованиям И безумно похудел Значит Я там беру ремень И понимаю Что мне надо делать Три или четыре дырки А выходить Ну реально Минут через пять И это был коллапс Потому что Штаны падают Ремень не затягивается Дырку сделать Тут спокойно Можно дырокольчик Есть Который можно сделать Ну я вышел из положения Конечно Поймал в коридоре соседа Снял с него ремень Вот Ну Ножечка не хватало Поэтому если вы путешествуете Не самолетом Или путешествуете с багажом То такой нож В дороге Конечно Вам может сделать Окажется очень полезен Согласен? Да конечно Это самая выгодная компоновка Самое простое То что можно дать Мы не говорим о том Что ножи все должны быть страшными Как вот этот вот складной керамбит Мы говорим о том Что нож должен быть Он должен подходить вам Он должен быть столь же уместен Сколь уместна ваша обувь В данный момент Каждому костюму свой нож Каждому стилю жизни свой нож Каждому кораблю свою торпеду И так тоже можно Да И так Давай разберемся так Что такое У тебя есть костюмные ножи У меня есть костюмный нож Я у тебя не вижу Пока Что бы я выбрал себе под костюм Давайте разберемся Давайте Давайте разберемся Ну вот наверное Вот Он плоский Он не выступающий И снова замечательный выбор Да 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 Он вот Наверное Но под костюм Честно говоря У меня под костюм Он совершенно темного цвета Потому что ношу в основном темные костюмы Он мне должен резать глаз А кстати Давай поговорим о культуре Ношения ножа Что правильно Носить как джигит его на боку И так всячески это показывать Или вот как ты Или как например я ношу Вот вы видите Вы где-то видите нож Правильно Потому что Сергей Николаевич Бадюк Щет все специальные брюки С карманами для ножей Вот У меня специальный карманчик Друзья Вот видите Видишь Позавидую мне Видишь какие брюки Вижу А у тебя таких нет У меня карман в котором специальный нож А нет Не старик Это кто больше любит ножи Понимаете У меня даже брюки специальные Возьми на заметку Обязательно Это чей производитель Что это у нас такое прекрасное Так Кстати да Это очень милый ножик Дизайна Нашего замечательного Бывшего видимо соотечественника Минского Товарища Сидиса Ну что он уехал Он в Минске Ну это соотечественник Вот наш замечательный Дима Этот дизайн отдал Компании Киршо И делают они Вот этот замечательный флипер У него есть одна Замечательная особенность Стандартный флипер Который мы Можем например Взять и показать Ну например Вот этот вот бак Тоже кстати Очень хороший подкостюм Единственное что меня смущает Немножечко Все таки Очень яркая клипса И яркое лезвие У меня костюмный нож Полностью темный Здесь есть один тоже нюанс Именно подкостюмники Мы их вот и посмотрим Да этот хорошего дизайна И у него Странный флип Ему нужно жать на спинку Чтобы он открывался У меня такой индийский А этот костюмник Его нужно дергать Флип Чтобы он открылся И если это Нура Она все таки Имеет клипсу Под вот такую посадку То вот этот Как костюмник Считается чуть ли не Лучшим ножом Вообще По той причине Что у него Глубокая клипса И когда мы его сажаем В карман Он полностью утапливается Там Никакая задница Вот этого безумного ножика Не торчит В том и состоит культура Чтобы нож у вас был Но он не пугал Не афишировался Не афишировался Это я сейчас Вот с этим ножом Красиво здесь стою Когда мне нужно Это он на меня Впечатление произвести Когда я иду Когда я иду тихо И аккуратно У меня сверху Либо куртка Либо на выпуск Футболка И этот нож В этом же положении Сидит у меня здесь Я никому Никогда его Не покажу Без надобности Скажи пожалуйста С точки зрения Законодательства Российского Все что у нас Лежит на столе Является Хозяйственно-бытовым Предметом Хозбыт Так называемые Специалисты говорят Это изделия Хозяйственно-бытового Назначения Друзья То есть ничего Здесь находящегося Холодным оружием Не является Мы не будем углубляться Глубоко Всего один акцент У меня есть Пожалуйста Я все-таки скажу Потому что у нас Эксперты Дайте нам листочки Чтобы милиция К нам не приставала Дорогие друзья К вам никогда Не пристанет милиция Никогда Если ваш нож Имеет Одну заточенную сторону Если он не кинжал Если он складной И самое главное Что он Длиной Клинок Меньше 15 сантиметров 15 сантиметров Это разрешенная длина Вот это большой нож У него больше десятки клинок Он не холодный Надо запомнить 15 сантиметров Складной нож С одним лезвием Это можно Все что меньше Можно Все что больше Уже задавайте Конкретные вопросы И выясняйте Можно или нет Итак друзья Надеюсь В нашей короткой Вводной передаче Мы достаточно подробно Объяснили Что нож Не обязательно Должен ассоциироваться Не знаю С каким-то преступным элементом С какими-то злыми намерениями С какими-то помыслами Неправильными Что нож Это такой же аксессуар Мужчины Как часы Как ремень Как хорошие туфли Как нормальная кожаная куртка В конце концов Я прав? Да Вот Мы вам объяснили Что необходимо Соблюдать закон Что есть Вы же не выбирайте Вот там Не знаю Ножей должно быть много Желательно Чтобы на каждом Вот под настроение Честно говоря Вот вы берете нож Там под настроение Ну хотя бы пяток Ну что ты Десятка Не ври Хотя бы пять десяточков Ножи бывают разные По цене Друзья Но даже прекрасные Ножи там Фирмы Колстил Которые нам К сожалению Не платят за рекламу Можно купить нож Там ценой До пяти тысяч рублей Ребята Это меньше Сто долларов Прекрасный нож Который будет вам Греть душу Который будет Помогать вам в быту И который Скажем так Ну будет Делать вам Прекрасное настроение А настроение Это самое главное Что есть в жизни Улыбайтесь Смотрите программу Мужские игрушки Будьте мужчинами Слово перевесит Ведь сильнее Во сто крат Если ты с собой Честен и уверен Что ты прав Если ты все взвесил И взял Высокий старт Бесполезная игрушка Проверенный травмат Уверенно Все раскидаешь А не спустишь тормоза Намеренно сигналишь И говоришь Глаза в глаза Это не тупой азарт Лица не утеряв Решаешь по-людски А не прешь Как ушлый форов Двигаешься Как Маклауд Рассудителен Как шафт Каждая суждая